В эфире Наульского телевидения информационный выпуск новостей. В студии зал Сущепотева. Здравствуйте! Презентация проекта БЭС Башкорт-ЛАР Института стратегических исследований Республики Башкортостан прошла в Центральной районе библиотеки 29 октября. На встречу были приглашены сотрудники музея и библиотеки, учителя истории и родных языков. Участники смогли узнать много нового об истории своего края, подробнее познакомиться с новыми результатами исследований в области краеведения. Я и мои коллеги сегодня представляем для города Янаульского района наш проект БЭС Башкорт-ЛАР. В рамках этого проекта, какие мы сделали проекты, какие реализовали брошюры, книги и карты, которые за мной сейчас висит. Несмотря на непростых, скажем так, эпидемиологических обстановках в Республике, в частности, мы соблюдим всех санитарных норм. Администрация организовывает наши мероприятия. Спасибо вам за это. И уже провели мероприятия в Аскинском районе, в Туймазинском, в Балтачевском районе, в городах Октябрьский, Туймазы и сейчас Янаульский район. Сегодня мы презентуем, расскажем немного об истории родовых групп, которые здесь проживали, башкир-уранцев и гирейцев. Как они расселены, в каких деревьях проживают, короткая об их истории. И презентуем наши брошюры. БЭС Башкорт-ЛАР называется брошюра о Янаульском районе. Вот она цветная. Карта, она посвящена территории всего исторического Башкорстана, всего расселения башкирского народа. Но здесь, в частности, у нас карта по северо-западному региону Республики Башкорстан, куда относится и Янаульский район. На этой карте четко видно, в каких деревнях, какие родовые группы башкир проживают на территории Янаульского района. Большая часть Янаульского района мы знаем, это зона компактного расселения башкир-родовой группы Уран. И на восточной окраине района, ближе к Таташлинскому району, на границе Таташлинскому района проживают гирейцы, точнее, урман гирейские башкиры. Основная моя работа, все-таки, в Академии НУК я курирую проекты инициативного бюджетирования, в частности, ППМИ. То есть, это моя основная направленность, я юриспообразователь. Но, вот то, чем мы сегодня презентуем, это краеведение, это история, история родного края. Это очень интересно, это затягивает. И вот, мои коллеги, мы работаем, это как это наше призвание, и это наше хобби, и это наша, скажем так, страсть, скажем так, даже. То есть, это то, что затягивает. И наши мероприятия всегда традиционно проходят очень горячо, очень проходят в душевной, скажем так, обстановке. Потому что людям это нравится, это история, самая близкая история, история ихнего народа, история ихнего села, история ихнего конкретного рода. Не какие-то абстрактные там, история Китая, Греции древней, а это история того, что и конкретно их касается. В прошлом году на средства фонда президентских грантов Российской Федерации на базе Центра социального обслуживания населения «Альтаир» был создан творческий клуб «Золотые руки». Пожилые жители нашего района регулярно посещали занятия, осваивали новые техники декоративно-прикладного искусства. И результат общего труда не заставил себя ждать. В среду, 28 октября, открылась выставка их многочисленных работ. Несмотря на то, что вещи во многом похожи, у каждого светильника, картины, фотоальбома и шкатулки есть своя изюминка. Видно сразу, что мастерицы приложили немало усилий и фантазии в каждое изделие. Радуются успехам своих подопечных и организаторы. Сегодняшняя выставка посвящена показу работ участниц творческого клуба «Золотые руки» по проекту, выигранному в конкурсе президентских грантов Российской Федерации в 2019 году. Проект рассчитан для людей с ограниченными возможностями здоровья и пожилых граждан. Сумма гранта у нас составляла 220 тысяч рублей. Проектом предусматривалось создание творческого клуба на базе Дома пионеров и школьников и организация занятий по декоративно-прикладному творчеству. С участницами проводились занятия по изготовлению поделок из фоамирана, познали смешанную технику дизайн-студия, новый вид техники – алмазная вышивка. Но и заключительным занятием у нас стали занятия по скраббукингу. Рукодельницы выполняли фотоальбомы на последнем занятии по скраббукингу, а также выполняли шкатулки и открытки изготавливали. Хочу сказать, что с самого начала наши кружковцы активно посещали еженедельные занятия, ходили с большим удовольствием. В каждую работу видно, что вложен огромный труд. Каждую работу рукодельницы выполняли с огромным воодушевлением. В процессе они приобрели себе новых друзей, развили свои творческие способности. А также, к тому же, они своими работами уже сейчас могут поделиться со своими внуками, со своими родственниками, со своими друзьями. Участницы проекта, конечно, у нас очень просят продолжение развития этого клова, но в дальнейшем мы предусмотрим возможность еще раз попробовать участвовать в различных конкурсах и на уровне региона, и на уровне Российской Федерации. С 19 октября в нашем районе проходит профилактическая акция «Внимание, дети!». Активное участие в ней приняли педагоги и учащиеся дома пионеров и школьников. Так, во время онлайн-смены осеннего лагеря ребята проверили свои знания в тематической викторине «Встречай осень по правилам». Акцию «Уважай, ПДД не будет ДТП» организовали воспитанники объединения «Светофор» совместно с сотрудниками Дорожно-патрульной службы. Она прошла на центральной площади города 27 октября. Ребята раздавали буклеты и памятки водителям и пешеходам, призывая каждого из них следовать правилам дорожного движения. Как отмечают сами организаторы, участие в таких акциях помогает детям быть самим более внимательными на дорогах. В рамках проводимой акции «Внимание, дети!», которая проходит с 19 октября по 6 ноября, сегодня мы совместно с Дом-пионером и учащимися 4-й школы проводим профилактическую акцию. Данная акция направлена на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. С начала года на территории Нульского района было зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних детей, где пострадало двое детей. Напоминаем водителям, чтобы были на дорогах предельно внимательными, особенно возле пешеходных переходов, так как несовершеннолетние дети являются самыми уязвимыми участниками дорожного движения. Также обращаемся к детям, чтобы они тоже были внимательными на дорогах, смотрели по сторонам, и прежде чем переходить дорогу на пешеходных переходах, нужно также осматриваться по сторонам, убедиться, что водитель их пропускает, и только тогда переходить дорогу. Правонарушения несовершеннолетних детей и подростков могут быть самыми разными. Мелкое хулиганство, кража, жестокость, агрессивность, вандализм. Молодые люди идут на преступления, порой сами, не осознавая серьезность происходящего. И как отразится, казалось бы, очередная шалость на взрослую жизнь в будущем. Открытые профилактические беседы в период осенних каникул проходят во многих учебных заведениях нашего региона. Сотрудники полиции стараются донести полезную и нужную информацию подрастающему поколению. Объяснить им, какими правами и обязанностями они обладают. Одна из них прошла на этой неделе в прогрессском филиале Нефтекамского многопрофильного колледжа. В целях снижения криминогенной активности несовершеннолетних, защиты детей от преступных посягательств, выявлений и пресечения фактов вовлечения их преступную и антиобщественную деятельность, а также формирование у подрастающего поколения законопослушного поведения в соответствии с планом основных организационных мероприятий Министерства внутренних дел по Республике Башкортостан в период времени с 27 по 30 октября 2020 года на территории Янаульского района и города Янаул проходит акция «Полиция и дети». В рамках данной акции нами организованы выступления в образовательных учреждениях. Сегодня мы находимся в филиале Нефтекамского многопрофильного колледжа «Села Прогресс». Также нами организован конкурс рисунков «Полиция и дети», где каждый ребенок может принять участие. Положение о данном конкурсе будет направлено в образовательное учреждение города Янаул и Янаульского района. Просим всех ребят принять участие в данном конкурсе. Каждый ребенок, который примет участие, будет награжден благодарственным письмом, а те, кто займет призовые места, их ждут подарки. В рамках данной акции нами организованы рейды. И хочется обратиться к родителям. Уважаемые родители, в период времени с 22 часов вечера до 6 утра следующего дня несовершеннолетние, то есть ваши дети, должны находиться дома. Ведь все мы прекрасно знаем, что самое большое количество преступлений совершаются именно в ночное время. И чтобы обезопасить жизнь и здоровье вашего ребенка, не нарушая закон, вы должны следить за своими детьми, где он, с кем он, как проводит свое время. Согласно статье 63 Семейного кодекса РФ, родитель обязан надлежащим образом исполнять родительские обязанности по воспитанию своего ребенка. Бывает так, что на часах позднее время и родитель не знает, где находится их чадо, чем он занимается. Чем родитель нарушает федеральный закон об основных гарантиях ребенка Российской Федерации? В случае, если ребенок в ночное время суток, это зимний период, начиная с 1 октября, с 22 часов до 6 утра следующего дня, ребенок будет находиться на улице без сопровождения законного представителя, то есть родителя, и сотрудник полиции обнаружит данный факт, ребенок будет доставлен в отделение полиции. И, естественно же, будет об этом осведомлен родитель и будет приглашен. И будет рассматриваться факт, не надлежащий в исполнении родительских обязанностей родителя по воспитанию своего ребенка. Всероссийская неделя финансовой грамотности проходит в нашей стране с 24 октября. Она идет в рамках проекта «Содействие повышения уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации». Проект онлайн-уроки финансовой грамотности помогает старшеклассникам из любой точки России получить равный доступ к финансовым знаниям, предоставляет возможность живого общения с профессионалами, помогает сформировать ответственный и грамотный подход к принятию финансовых решений. Эксперты рассказывают школьникам о личном финансовом планировании, инвестировании, страховании и преимуществах использования банковских карт. Особое внимание уделяется правилам безопасности и защите прав потребителей финансовых услуг. Организатором проекта выступает регулятор финансового рынка России Центральный банк Российской Федерации. Активное участие в проекте принимают и енаульские школьники. Это мероприятие проводится ежегодно. В рамках недели обучающиеся школы нашего района, а также учителя и родители принимают активное участие в онлайн-лекциях, викторинах, а также в познавательных экскурсиях в дистанционном формате. Ребята узнают очень много полезной информации, как правильно распоряжаться своими финансами, тонкости кредитов и прочие актуальные формы финансовой поддержки. Ссылки на мероприятия размещены на официальном сайте Управления образования. Занятия в Доме пионеров и школьников продолжаются и во время школьных каникул. Они проходят в различных форматах. Это и онлайн-встречи, и традиционные занятия с педагогами. Праздник для души. Встречу с таким названием провели учащиеся танцевального объединения 27 октября. В непринужденной обстановке дети приняли участие в подвижных играх, смогли пообщаться с друг другом, поделиться впечатлениями, обсудить новые планы и идеи. Тут же на свежем воздухе юные любители танцев организовали небольшой пикник. Я учусь в седьмом классе, хожу на кружок танцев в дворец молодежи, мне очень нравится. Коллектив у нас очень хороший, все общительные. Так вышло то, что меня выбрали старостой, но мне очень понравилось то, что выбор коллектива. Девочки очень общительные, у всех очень хорошо получается танцевать. У нас очень много успехов. Мы выучили уже за сколько мы ходим, уже успели один раз выступить 10 октября. Выучили уже два танца и нам очень нравится. Мы танцуем для здоровья, для души и то, что мы научимся разным стилям танцев. На данный момент мы сейчас доучиваем наш второй танец народный, русский народный танец. И в следующем мы уже подобрали музыку к третьему танцу и начнем разучивать движение. И это, пожалуй, все новости к этому часу. Впереди прогноз погоды. Берегите себя, оставайтесь с нами. 30 октября в Янауле ожидается переменная облачность, ветер южный 3,7 м в секунду. Атмосферное давление 762 мм ртутного столба. Температура воздуха ночью минус 2, минус 3, днем плюс 1, плюс 5. По прогнозам синоптиков 30 октября по республике ожидается облачная погода без осадков, ветер южный 2,7 м в секунду. Температура воздуха ночью 0, минус 5, местами до минус 10, днем плюс 4, плюс 9. А почему в сказках всего по три? Три богатаря, три поросенка, три желания. Потому что три – счастливое число. А нас двое. Ладно, будет вам третий поросенок. Погатырь! Чисел много, и какое счастливое решать вам. А я слышал, счастливое число 7. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok